Новости на Амурском областном телевидении. В студии Валентина Абрамова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Новая потеря. В Приамуре скончался еще один медик, заразившийся коронавирусом. Задержаны. Следователи установили наиболее активных участников беспорядков на Амурском ГПЗ. Парк, дом культуры и сквер памяти. В селах Октябрьского и Тамбовского районов идет активное благоустройство территорий. Более 40 заявок. В Приамуре продолжается прием документов на участие в конкурсе «Поступки и люди». Еще один амурский медик, работавший с больными коронавирусом, скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Погибший доктор Татьяна Савельева. Работала в Магдагачинской больнице. Ей было 30 лет. Татьяна Савельева была заместителем главного врача Магдагачинской больницы по лечебной части. Она работала с больными COVID-19 и заразилась коронавирусной инфекцией. Соболезнования семье погибшего доктора выразили друзья и коллеги, а также глава Амурского Минздрава Светлана Леонтьева. Между тем, 21 июля в Приамуре выявлено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство заболевших в Благовещенске – 11 человек. В целом по области на сегодняшний день зарегистрировано более 2450 инфицированных. Вылечились 1323 человека. Количество летальных исходов – 35. Дистанционная консультация. В третьей городской поликлинике Благовещенска внедрили систему телемедицины. Она позволяет докторам проводить мониторинг состояния больных коронавирусом на расстоянии. Пока новая методика работы проходит тестирование. В пилотном проекте участвует лишь 7 пациентов. Однако вскоре проект, запущенный по инициативе губернатора региона Василия Орлова, заработает на полную мощность. Подробности в нашем следующем материале. Андрей Тимофеевич, как ваше самочувствие на сегодня? Ой, ну, лучше, после постарации. Этот мужчина – один из первых пациентов терапевтического отделения третьей Благовещенской поликлиники, согласившийся на экспериментальное обслуживание по дистанционной методике. По его словам, преимущество такой формы прочувствовал практически сразу же. Кстати, именно безопасность медиков стала приоритетной причиной внедрения в дистанционной телеконсультации. Ведь пока действует она лишь применительно к больным COVID-19, находящимся на амбулаторном лечении. Таким образом, очный контакт подобного пациента с медиками ограничивается лишь первоначальным осмотром. А в дальнейшем все общение с лечащим врачом ведется дистанционно. Получается не только безопасно, но и оперативно. У пациента уже появляется ежеминутная возможность сообщить своему врачу о том, что у него либо появились какие-то новые симптомы, либо появились вообще симптомы. Если, например, речь идет о пациентах, которые являются носителями коронавирусной инфекции. Это тоже очень важный момент, потому что своевременная коррекция лечебных мероприятий в конечном итоге приведет к более скорому выздоровлению. Благодаря системе телемедицины увеличилось и количество проведенных врачами приемов за день. При этом время общения с каждым пациентом не сократилось, а наоборот увеличилось. Освоить новую форму работы с сотрудником поликлиники удалось буквально за несколько дней. Не было проблем с ее пониманием и у пациентов. На данный момент в количестве семи человек данные пациенты в основном категории до 50 лет. Естественно, с пациентами данной возрастной категории проблем фактически не возникает. В данной категории работать проще. Но и с пациентами старшего возраста мы налаживаем эту работу. Думаю, что тут проблем у нас в дальнейшем возникать не будет. Пока новая система действует лишь в режиме «врач-пациент». Однако в ближайшие дни будет доступна и опция телеконсилиума. Для врачей существует возможность какой-то случай обсудить со своими коллегами, пригласить их в чат и показать имптомы, которые были получены от пациента. Первый опыт дистанционной работы с больными коронавирусной инфекцией оказался достаточно эффективным. Вскоре система телемедицины будет внедрена еще в трех медучреждениях при Амуре. Евгений Вдовенко, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках расследуемого уголовного дела следственной группой проведен осмотр поврежденных помещений подрядной организации и торговых точек в жилом секторе комплекса. Массовые беспорядки на строительстве Амурского ГПЗ устроили граждане Узбекистана. Работники крупной строительной компании Ренессанс Хэви Индастрии с поводом послужили финансовые разногласия сотрудников с работодателем. Разрешали их рабочие с помощью агрессивных действий, которые снимали на видео и активно постили в социальные сети. На этих кадрах, например, разграбление магазина. Многие СМИ, блогеры и телеграм-каналы написали о том, что конфликт разгорелся из-за долгов по заработной плате. Проверку начали прокуратура и Следственный комитет. Однако следствие не установило фактов несвоевременной выплаты заработной платы работникам. Причиной беспорядков стали противоречия между работниками подрядной организации и ее руководством на почве расходов по оплате документов на трудовую деятельность для граждан Республики Узбекистан. Работодатель временно удержал эти затраты из зарплат рабочих, не уточнив сроки возврата, что и вызвало их возмущение. Изучена бухгалтерская документация. Допрошены представители работодателя о порядке начисления и выплаты заработной платы работникам предприятия, создании надлежащих условий труда и отдыха, реализации социальной гарантии работников, а также сотрудники организации, занимавшие пострадавшие помещениями. В урегулировании конфликта участвовали представители силовых и надзорных ведомств, губернатор Амурской области, компании, управляющие проектом, а также руководители подрядной организации «Ренессанс Хэви Индастрис». С работниками, которые не участвовали в погромах, договорились об улучшении бытовых условий, дополнительных выплатах, а также пересмотре пакета компенсаций с учетом того, что большинство сотрудников работают в условиях продленной вахты. Обстановка на строящемся заводе полностью нормализована. Все участники строительства, в том числе и строительства со стороны «Ренессанс Хэви Индастрис», вышли на свои рабочие места и приступили к выполнению своих трудовых обязанностей. Другие подрядные организации, которые участвуют у нас в строительстве завода, как работали, так и работают в том же штатном режиме. Между тем, двое активных участников погромов уже заключены под стражу. Решается вопрос о мере пресечения в отношении остальных задержанных. Расследование уголовного дела продолжается. Юрий Камышный, Амурское областное телевидение. Между тем, глава региона Василий Орлов встретился с генеральным консулом Республики Узбекистан во Владивостоке Рустамом Исмаиловым. Главная тема разговора – ситуация на Амурском ГПЗ и вопросы сотрудничества. У нас большой набор есть предложений по сотрудничеству, в первую очередь в культурной сфере и в экономической сфере. Мы эти вопросы обсуждали с заместителем председателя правительства Узбекистана Сардором Уктамовичем Мурзаковым буквально недавно в телефонном режиме. Поэтому я хочу в целом подтвердить нашу высокую заинтересованность в укреплении дружеских взаимоотношений с Республикой Узбекистан и еще раз поприветствовать вас на Амурской земле. Тем временем Рустам Исмаилов поблагодарил Василия Орлова за участие в урегулировании ситуации по погромам на строительстве Амурского ГПЗ, который устроили граждане Республики Узбекистан. Такое оперативное содействие оказала и представительство Министерства иностранных дел. Но, к сожалению, все понимают, все знают, где есть работа, там есть небольшие недостатки. Я с 17-го прилетел, я здесь был, сразу не смог вылететь, потому что, несмотря на короткое расстояние, рейсов не было. Поэтому я попросил, коллега прилетел. В свою очередь губернатор при Амуре отметил, что возведение Амурского ГПЗ – один из самых важных проектов, который сегодня реализуется в области. В строительстве принимают участие большое количество граждан Узбекистана. Они выполняют серьезную задачу, работают хорошо и должны получать достойную заработную плату, иметь соответствующие бытовые условия. В столице Бама полицейский спас тонущего ребенка. Находясь в отпуске, оперуполномоченный уголовного розыска отдыхал с семьей на берегу реки Тында. Мужчина увидел, что от автомобильного моста течением реки уносит ребенка, который находится без сознания. Не раздумывая, амурчанин бросился на помощь. 14 июля, находясь на речке Тында совместно с супругой, заметили, что со стороны моста тянет без сознания маленькую девочку. Сразу же после этого побежал к ней со стороны воды. Также в воде находился еще молодой парень. Он также побежал к ней и с берега прыгнул третий парень. Подплыли к ней практически одновременно, подняли ее с воды. Убрав волосы с лица, увидели, что девочка не дышит, губы синие, без сознания. Начали оказывать помощь. Пока мужчины оказывали первую помощь, супруга Михаила вызвала скорую. Девочку экстренно госпитализировали. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Как выяснилось, девочка без сопровождения взрослых пришла к реке и спрыгнула с моста в воду. Она потеряла сознание. Сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол и провели профилактическую беседу с родителями ребенка. Парк, дом культуры и сквер памяти. В селах Октябрьского и Тамбовского районов идет активное благоустройство территорий. Сразу несколько населенных пунктов получили средства в рамках программы инициативного бюджетирования. Какие проекты решили реализовать селяне и насколько успешно, расскажет наш корреспондент. Преображение села Козьмодемьяновка началось еще в прошлом году. Тогда строители обустроили пешеходную зону длиной 230 метров. Установили лавочки и урны. В году нынешнем зону отдыха было решено расширить. Сегодня здесь уже завершаются работы по монтажу бордюров и укладке нового асфальтного покрытия. До конца месяца планируется установить парковые светильники и урны. Стоимость проекта составила более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Место притяжения всех жителей села. Здесь вечером отдыхает молодежь, потом с маленькими детьми мамы гуляют. У меня сейчас ребенок идет в школу, а с детского сада он говорит, мам, пошли через парк всегда. Все работы ведутся в рамках программы инициативного бюджетирования. Она позволяет жителям территорий самим определить, что необходимо сделать в населенном пункте. Деньги на реализацию на конкурсной основе выделяются из областного бюджета. По условиям программы, часть средств от общей стоимости должны внести муниципалитет, а также сами жители. А этот дом культуры – единственный досуговый объект в селе Песчаноозерка. Отремонтировать его планируется также благодаря программе инициативного бюджетирования. Но вот когда именно тут начнутся работы, пока неизвестно. В разговоре с председателем Амурского парламента Вячеславом Логиновым, который с рабочим визитом побывал в Октябрьском и Тамбовском районах, глава села Виктория Остапенко рассказала, приступить к ремонту подрядчик должен был еще в конце июня. Однако до сих пор не завез на объект даже материала. В свою очередь Вячеслав Логинов попросил главу Октябрьского района взять проблему на особый контроль, ведь местный дом культуры – это сердце села. Мы хотим в одном здании уже собрать комплексное, чтобы как оно уже соответствовало, что есть дом культуры, есть библиотека, оно чтобы было уже в совокупности. На данном этапе мы хотим отремонтировать дом культуры. В дальнейшем мы планируем совместить здесь уже и библиотеку, отремонтировать еще одну часть здания и перенести. А вот жители села Андреевка за счет программы решили обустроить сквер памяти, тем самым увековечить имена погибших в годы Великой Отечественной войны односельчан. Уже во второй половине июля подрядная организация приступит к работам, а к концу ноября запланировано открытие объекта. За это время специалисты установят несколько клумб, урн, лавочек, фонарей с солнечными батареями. Территорию замостят брусчаткой. Реализация проекта обойдется более чем в один миллион рублей. Следующим этапом в рамках инициативных бюджетов, скорее всего, будет являться это основным освещение населенных пунктов и вода. Тоже очень важно. Общественное пространство, где люди берут воду, колодцы. Мне кажется, это будет уже второй этап инициативного бюджетирования. Между тем, проект развития инициативного бюджетирования в Амурской области реализуется с 2017 года. В 2020-м на реализацию инициатив жителей амурских сел в бюджете области предусмотрено 165,5 миллионов рублей. Юрий Камышный, Ольга Сысой, Сергей Захарушкин. Амурское областное телевидение. «Гражданская позиция», «Забота о людях» и «Большое сердце» – одни из самых популярных номинаций конкурса «Поступки и люди». Всего же подано уже 40 заявок. Напомню, рассказать о социально значимых делах своих или друзей, родственников, коллег амурча не могут до 11 августа. После стартует голосование за участников. С некоторыми из тех, кто уже подал заявки, встретилась Ольга Сысой. Ну, это сейчас мы разговариваем о ситуации вкратце. А на тот момент это было очень сложно. Это было сложно видеть вот этот вот весь, ну, осознавать, что ты человека знаешь, и когда ты не знаешь, что с ним будет завтра, может быть, его не будет вообще. В прошлом году в Ули случае Екатерине Кузнецовой пришлось стать настоящим ангелом-хранителем. Женщина рассказывает о знакомых, узнала об одинокой женщине, которая, будучи на седьмом месяце беременности, попала в больницу с двусторонней пневмонией. Молодая мама в состоянии кому находилась в реанимации. Ребенка спасли, говорит Екатерина, и передали в реанимацию перинатального центра. Эта история затронула неравнодушную горожанку до глубины души через медиков. Она выяснила, что именно необходимо для попавшей в беду женщины, и каждый день носила в больницу для нее средства личной гигиены. Она пришла в себя, ему показывали фотографию, я ей показывала, разговаривала громко, потому что еще тяжело ей было все это воспринять. Она потом сама говорила, что она еще плавала глазами, не могла уловить. И потом, когда говорили, что все хорошо, показали фотографию, она попыталась на руке мне написать, пыталась писать что-то на руке, я разбирала по буквам, чтобы понять, что она пишет. Вот таким образом мы пытались общаться с ней. С разрешения врачей, говорит Екатерина Кузнецова, она сделала фотографию малыша и показала маме. Увидев фото ребенка, женщина быстро пошла на поправку, хотя шанс выжить был очень маленьким. С тех пор прошло полтора года, но женщины до сих пор продолжают тепло общаться. На первый, второй рассчитайся. Первый, второй, третий. Все, побежали заниматься. Семью часовских, опаренных видно и слышно издалека. Супруги, несмотря на еще молодой возраст, Любовью 27 лет, Сергею 31, воспитывают семерых детей. Причем троих ребят Любовь взяла под опеку пять лет назад. Их семья, рассказывают супруги, старается вести активный и творческий образ жизни. К примеру, по выходным они дружной командой выезжают в конно-спортивный клуб или устраивают костюмированные детские вечеринки. А чтобы дети росли дружными, сплоченными, прививают им вкусные семейные традиции. Толпой просто эти традиции иногда собраться и налепить. Выходные. Выходные, да. В основном, да. Чтобы сплоченность была. Да, чтобы дети привыкали к чему-то общему. Чтобы в семье было, допустим. И все, как бы все вместе собрались, все приятно, все налепили, кто-то наигрался, кто-то налепил. Есть традиция счастливый пельмень сделать. Кстати, тоже есть такая традиция. Я не положу вместо фарша, допустим, перчик. А не раз таки, опа, у меня счастливый пельмень. Я говорю, все, тебе сегодня чупа-чуп. Конкурс «Поступки и люди» проходит в Преамуре уже второй раз. Заявки на участие принимает Общественная палата Амурской области. Заявиться на проект могут как сами амурчане, так и их родственники, знакомые или коллеги. Главное сделать это до 11 августа. Ольга Сысо, Иван Сюмак. Амурское областное телевидение. А на сегодня у меня была вся информация. Пересмотреть нашу программу вы всегда можете на сайте Амурского областного телевидения. Самые интересные сюжеты смотрите в инстаграм-аккаунте. Увидимся в эфире. Амурское областное телевидение.